Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Александр и сегодня я спешу сообщить о том, что сейчас в магазине Мир Автокресел есть очень интересный бренд Be Cool Sun Eye Size. Моделька называется Be Cool Brand и это своего рода уникальное кресло, которое вот в категории 0.1.2.3, а оно с рождения до 12 лет, имеет стандарт безопасности Eye Size. Это на самом деле, по-моему, только одно кресло, я вот по своей памяти знаю, еще кто может предложить такое, но тут реально двух пальцев хватит, чтобы их посчитать. Если вы еще знаете такие кресла с таким стандартом, с Eye Size 0.1.2.3 категории, напишите в комментариях, чтобы я знал, мало ли я ничего не знаю, чего-то. И это кресло действительно уникальное по соотношению цена-качество-безопасность, ссылка внизу на Мир Автокресел, кстати, будет в описании, но посмотрите эту ссылку только после обзора, когда уже поймете, что кресло реально прикольное. Вот, 0.1.2.3 категория, напомню, с самого рождения можно использовать. И еще фишечка, как говорится, вишенка на торте, то, что это кресло умеет крутиться на 360 градусов, друзья. Ну, просто, я не знаю, я еще знаю цену, которую вы по ссылке внизу посмотрите, и, ну, это вообще прям удивительное предложение. Поэтому, реально, давайте рассматривать это кресло, что оно себе представляет. С рождения мы едем только против хода движения, друзья, поэтому разворачиваем его вот таким образом. Естественно, в 0 категории и в автомобиле ребенок не лежит, нельзя лежать. Полусидячее положение правильное при ДТП, поэтому, друзья, имейте в виду. Так, смотрите, что касается креплений, быстренько сразу пробежимся. Якорный ремень у нас здесь используется и изофикс. Якорный ремень, друзья, обязательная штука, потому что кресло должно быть зафиксировано обязательно в двух точках. Вот таким образом проходит у нас ремешочек и сзади фиксируется в специально отведенном месте. Это что касается якорного ремня. И справа, и слева можно это делать. По якорному ремню сразу разобрались. Вот, не буду вот так крепить. А что касается самого изофикса, здесь классический, нормальный, жесткий, железный изофикс. Просто фиксируем и все. Вот, собственно, с креплением мы с вами разобрались. Изофикс, якорный ремень, все как полагается, все по-взрослому. Вот, пока ребеночек маленький, ездим против хода движения. Хотите чуть больше посадить, можно это сделать, если что. Вот так вот. Вообще технически, если ребенок достиг 9 месяцев, вы можете развернуться и ехать по ходу движения. Но рекомендуется по стандарту iSize хотя бы месяцев до 15 ездить против хода движения. Поэтому ездите до победного, пока ребенок помещается. Спокойно едете и все. Вот, подрос ребеночек, разворачиваем его обратно и все. Смотрите, что еще удобно при 360 градусах разворота кресла. Подошли к автомобилю, кресло еще со вчерашнего дня развернуто к вам. Открыли дверь, посадили ребеночка и в путь. Или же когда уже в другую сторону, просто в другую сторону. Как по мне, вот эта фишечка просто must have. Вот, собственно, с этим разобрались, друзья. Ребеночек у нас, соответственно, сидит пристегнутый пятиточечными ремнями, которые демонтируются при достижении роста приблизительно в 100 сантиметров, потому что потом уже идут вход взрослые ремни. Вот, и все, никаких сложностей. Пока ребенок маленький, здесь у нас используется такой бутерброд из вкладышей, которые сейчас я вам покажу. Здесь их куча. Вот, смотрите, один вкладыш. Это для маленького совсем, когда нужно спинку выпрямить немножечко. Потом идет вход вот этот вкладыш. И по мере роста ребенка, подголовник, отдельно вкладыш мы потихонечку убираем, чтобы высвободить место для ребеночка. И что мы получаем? Реально кучу места. Вот, и до 12 лет оно же, поэтому места должно быть много. Я не буду вам сейчас снимать здесь ремни, показывать, как они убираются. Здесь все очень просто, под обивочкой все легко прячется. Вот, и, соответственно, на этом мы не будем акцентировать внимание. И пятиточные ремни оснащены интересной фишечкой. Отсюда виднее вам. Смотрите, мягкие накладки на ремень. Понятно, это все всегда есть. С обратной стороны ремней на подушечках резиновая такая прокладочка, которая при ДТП лучше фиксирует ребеночка. И он, соответственно, меньше травмируется от самого ремня. Это пришлось более дорогого сегмента, премиум сегмента, назовем его так. Самых безопасных кресел. И перекочевала уже в такой средний сегмент. И теперь эти системы есть и в обычных креслах. А это, по сути, обычное кресло, на самом деле, не какое-то суперкрутое. Хотя, ISI стандарт в 0.1.2.3 категории, это круто. Дополнительно стоит система боковой защиты. В общем, здесь все хорошо с этим. Вот, смотрите. Давайте быстренько покажу, как у нас здесь получается. Регулируется у нас в очень большом диапазоне подголовник. И как нам нужно пристегнуть в подросшего ребеночка. Точно так же, как и взрослый человек пристегивает себя в автомобиле. Но только ребеночек находится в кресле. Все, защелкнули. Вот, собственно, представим, что ремней здесь уже нет. Они там прячутся. Вот. И все, ребеночек пристегивает с автомобильным ремнем. И важный момент, друзья. В каждом видео я об этом говорю. И не устану об этом говорить. Потому что это важно. Кресло – это безопасность наших детей. И здесь надо это знать обязательно. Высота подголовника регулируется таким образом, чтобы подголовник и плечо ребенка было не больше двух пальцев. В инструкциях написано там один сантиметр. Но я вам говорю просто, чтобы вы быстренько там посмотрели. Больше двух пальцев нельзя, потому что ремень уже будет на горле при ДТП. Этого нельзя допустить. Меньше одного пальца будет просто элементарно давить на плечо ребенку подголовник. Поэтому ориентируемся. Палец – два максимум. Расстояние от подголовника до плеча ребенка. Вот таким образом регулируем. И все будет хорошо. Это такое золотое правило, которым нельзя пренебрегать. Поэтому смотрите, друзья. Вот. Что касается тканей, материалов, которые здесь используются. Классическая, среднебюджетная, нераздражающая, приятная тактильная ткань. Как заявляет производитель, гипоаллергенная, достаточно мягенькая. В принципе, нормально. Вот. И в дальней дороге нормально будет. Если будет жестковато, можно оставить вот этот вкладыш, подушечка. Он тоже мягенький. И сделать кресло помягче. Вот, собственно, на этом все. Кстати, стирайте, друзья, не больше 30 градусов, чтобы оно не село. Потом обратно у вас не получится его одеть. Поэтому следите за этим. Вот, собственно, и все, друзья. Ссылочка внизу в описании. Это кресло очень крутое по соотношению цена-качество, безопасность, iSize. За эти деньги в такой категории просто вы ничего толком не купите. Еще и с разворотом на 360 градусов, друзья. Это такое уникальное такое переворот рынка происходит, как будто бы. Вот, предложение. Поэтому очень рекомендую обратите на него внимание, на это кресло, если выбираете что-то похожее сейчас для своего ребеночка. Так что я уже все, что хотел рассказать, рассказал. Было интересно, ставьте лайк. Вопросы есть, пишите комментарии. А я хочу пожелать вам взять хороший, грамотный выбор. Кресло для вашего ребенка. И удачи на дорогах! Кресло для вашего ребенка.